Здравствуйте, добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии. Прошлый урок мы начали седьмую главу. И, как я говорил, мы ее всю читать не будем, потому что нет смысла. В основном одни имена. И список полностью идентичен, практически похож на тот, который мы встречаем. Мы впервые видели в книге Эзры, во второй главе. Прошлый урок мы посвятили тому, что привели выдержки из книги Рамбана, из книга-брошюра, называется «Сефер, Сефер Геула», о том, как он разбирает, как Рамбан доказывает, что пришли в народ Израиля. Вместе с Эзрой, точнее, с Азрубовелем, с самой первой группой, пришло много других представителей из остальных колен, десяти колен, десяти, девяти колен народа Израиля. И нам осталось, как я обещал, только рассмотреть еще один комментарий Рамбана, но только уже на Вавилонский Талмуд. В своем книге или комментарии, который называется «Маура Талмуд», Рамбан еще посвящает несколько строк исследованию на тему золотых сосудов храма. Что с ними? Мы этому также посвятили целый урок, если не больше, в прошлой серии на книгу Эзры. Но есть новые открытия, новые вещи, которые я до этого не видел, и поэтому стоит их немножечко разобрать перед тем, как мы начнем восьмую главу. Что же пишет нам Рамбан? Прежде всего, нужно разобраться с судьбой золотых сосудов. На тех уроках в начале нашей книги Эзры я приводил мидраж, в котором говорится, что проводится расчет 5400 сосудов, или точнее, приводится расчет, откуда взялись 180 дней с иуды, трапезы, которую устроил Ахашвирош, то есть то, с чего начинается Мегелат Эстердай. 180 дней нормальный человек не должен делать такие трапезы, такие посиделки. Наверное, чем-то это было бы условлено, и комментатор, и точнее мидраж, приводит расчет. Он говорит, так, есть понятие коллекция. Коллекция в ней находится как минимум 6 притим, 6 вещей, и ежедневно выставлялось определенное количество коллекций. Если умножить на, точнее, 180 дней разделить на то количество коллекций, которые выставлялись, и получается это... Нет, не так. Если 5400 сосудов разделить на 180 дней, вот и получится такое точное количество коллекций, которое выставлялось на показ ежедневно. То есть мы видим, что огромное количество золотых сосудов остались там, остались в Персии, потому что сейчас они в руках у Ахашвироша. И мы говорим, стоп, я тогда сам себе сказал, я не понимаю. Ведь если мы говорили, что этот мидраж приводит объяснение на 5... берет сумму 5400 сосудов, которые были возвращены Корышем, отданы в руки Шешба Цара, он же Даниэль, для того, чтобы тот отнес их в святую землю. Как эти сосуды, опять, как эта сумма, цифра 5400 сосудов может быть использована для расчета сосудов золотых, серебряных, драгоценных, которые для того, чтобы вычислить вот те 180 дней или количества коллекций, которые показывались во время першества Ахашвироша. Это может означать только одно, что, по-видимому, вся эта коллекция, она была оставлена, она была где-то остановлена на полпути и возвращена обратно в Вавилонию. И давайте вспомним стихи. В первой главе, в конце первой главы книги Эзры говорится так, седьмой стих. «А царь Корыш приказал достать утварь дома Господня, который на выходные царь вывез из Иерусалима, и поместил ее в капищах богов своих. И достал ее Корыш, царь Параса, через Митридата, казначей, и отсчитал их тот Шешба Цару, правителю Иудеи. И вот число их, чаш золотых 30, чаш серебряных 1000, ножей 29, кубков золотых 30, кубков серебряных двойных 410, остальных сосудов 1000, всей утвари золотой и серебряной 5400, все это привез Шешба Цару во время исхода из Гнанников и избавили в Иерусалим». Да вот стихи сами говорят, что он да, привез. То ли вернули, то ли это еще была другая коллекция из других 5400 сосудов, но в любом случае мы говорили, что ни Ковчег Завета, который остался, по мнению наших ладрецов, в недрах храмовой горы, ни золотых столов. Смотрите, золотые столы, один стол только, представляете, какая-то масса, какое количество золота, но их было 10, царь Соломон доделал, добавил, изготовил еще 10 столов. Также были и 10 менород. Каждая менора имеет 7 огней, 7 лучей. 10 умножить на 7, 70. И, соответственно, поясняют комментаторы, что задумка царя Соломона заключалась в том, что он планировал через вот эти 7, 70 огней, 70 фитилей, или 10 менород, влиять на народы мира, потому что также всем известно, что народы мира делятся на 70 основных групп, не языковых только, а как этнических групп, те, кто народы, которые дали начало и распространились уже по всему свету. И действительно царю Соломону это удавалось, потому что не один раз мы упоминали, что его царство, царство Давида прежде всего, в книге «Нецах Исраэль» «Маараль из Праги» называет, что царство Давида было подобно царству небесному. И царь Соломон, уже царь Шломо, уже не провел ни одной войны, и он славился на весь мир своей мудростью. И о нем сказано, что он «Шалат Бекипа», всего несколько царей в мире удостоились подобной чести. И Навухаднецар один из них, и один из них царь Шломо. Но если Навухаднецар действительно захватил весь мир, то как же о царе Соломоне, он не провел ни одной войны. Да, у него были большие территории и много стран, власть, над которыми он получил по наследству от своего отца. А царь Давид, как известно, расширил границы настолько, что ни до, ни после него больше государство израильское не имело таких границ практически от Пирсии и до Египта. Почти-почти до обетованных, до обещанных территорий, указанных в Торе самой. Так как же говорят наши мудрецы о царе Соломоне, что он «Шалат Бекипа», то есть как бы под колпаком его власти был весь мир. Объяснение иначе, иного объяснения быть не может, как то, что весь мир признавал гегемонию царя Соломона, царя Шломо над собой. Нам известно несколько историй о Малкад-Шва. Мара говорит, что не было такой царицы, а было царство. Нужно читать не Малкад-Шва, а Малкут-Шва. Наверное, многих это возмутит. Такой мой паршанут. К такому выводу я пришел, когда писал статью, отвечал на вопрос, который мне задали на этом же сайте. Талдут и Шурон. И против Вавилонского Талмуда, против такого серьезного аргумента, очень тяжело спорить. С ним очень тяжело спорить. И я пришел к выводу, что это были некие изыскания царя Соломона, в которых он оступился. Как и был же неудачный проект с тысячей женами. Главное, что царь Давид, царь Шламо и многие другие наши праотцы занимались исправлением мира. Это то, что их волновало, то, что они стремились сделать. И мы получили от царя Соломона книгу Мишлей, которая наполнена огромным количеством различных исправлений, различных советов и многие другие его книги. Но были и неудачные проекты. И вот один из них — это Малкач Ва. Но такой царицы не было. И там простые доказательства я приводил в той статье. Попытайтесь найти, если кого это интересует. На самом сайте. Что царя Соломоне сказано, что он был праведный человек. Несмотря на то, что мудрецы наши пытались записать его, внести его в список тех царей, у которых нет будущего мира, и перед ними появилось изображение царя Дьюка, но лицо царя Давида, отца Шламо, который умолял их не делать это. Но мудрецы стояли на своем, пока не появился, раздался голос с небес, громогласный голос, или как эхо Бат-Коль и самого Всевышнего. И он провозгласил о том, что вы не имеете права очернять имя царя Соломона, то есть он праведный человек. Соответственно, он не мог просто так налево-направо с любой царицей, любой женщиной, которая попадалась ему на глаза, вступать в связь. Это просто неприемлемо. И даже думать в таком направлении, если он праведный человек, и сам Всевышний за ним заступился, несмотря на то, что нашим праведникам, нашим мудрецам казалось нечто иное. И то, что я уже сказал, в итоге я пришел к выводу, что это был некий проект, неудачный проект царя Соломона, исправить какие-то еще корни слав на этом мире, в результате которого не появился Навухаднецер на свет, как потомок царя Соломона. Есть источники, из которых следует, что когда Шломо пришел на Малкадшва, она зачала от него, и у нее родилась дочь, а у этой дочери родился сын, который был Навухаднецер. То есть удобно объяснить так, что храм, построенный царем Соломоном, никто не мог разрушить, а только человек, который обладает силами того же царя Соломона. И если мы пойдем по моему объяснению, в соответствии с моим объяснениям, что это был какой-то проект, неудавшийся, то ничего не меняется. Царь Шломо провел неудачный опыт, в результате которого на свет появились еще какие-то новые силы, то есть он дал какие-то силы Ситры Ахра, потусторонним силам, и в конце концов они и породили на свет, или они дали тот толчок, и те духовные возможности, духовные силы Навухаднецеру разрушить первый храм, который построил Шломо. Вернемся к сосудам нашим, золотым. Что еще интересного я встретил? Десять золотых, десять, нет, десять минорот, десять золотых столов, которые стояли в Айхале, перед входом святая святых, но в самой святая святых Шломо поставил двух огромных крувин, то есть это было несколько десятков локтей, и также в высоту больше десяти или около десяти локтей, то есть это были огромные фигуры, возможно, они были только позолоченными, но и этого было бы достаточно для того, чтобы сказать, было огромное количество золота, огромное количество тонн золота, и всего этого мы здесь не видим. Максимум, какие-то горшки, какие-то агартолим, какие-то сосуды, которые были предназначены для того, чтобы принимать кровь от жертвоприношений, и потом передавать ее из рук в руки койну, или был койн, который выполнял эту миссию, эту роль, и он выливал кровь жертв у основания жертвенника, только это то, что мы видим, ножи для шхиты, прочие мелкие, незначительные сосуды, о которых вообще практически не говорится больше здесь, так где все это? Вот наши мудрецы говорят такую вещь, сосуды, которые, в трактате Абудазара, в трактате, сосуды, которыми пользовался нееврей, они становятся не в салим, то есть становятся нечистыми, и больше ими нельзя пользоваться. Кроме основных сосудов, например, Ковчег Завета, допустим, по тому мнению одного из стан, который утверждает, что да, Ковчег Завета попал в руки Набухаднецера, в руки Каздимца, Вавилонян, что он может быть использован вторично, если мы его найдем, если, по другому мнению, по которому он остался в недрах Храмовой горы и за 25 лет до разрушения Набухаднецера Храма, царь Йошияу праведный, почувствовал, получив намек от Всевышнего, уносит, скрывает, прячет вот этот Ковчег Завета в лабиринтах, которые построил царь Соломон в недрах Храмовой горы, но по мнению, что, например, да, он был пленен и унесли его в Вавилонию, что, как нам быть, мы сможем им пользоваться, сможем пользоваться, говорят наши мудрецы, что есть сосуды, у которых есть понятие к душат огув, то есть он, есть у него святость неприобретенная, не как налет, допустим, мы что-то освещаем, есть вещи, которые приобретают святость, но святость и сосуд, этот с ним, сосуд, вещь, с ним нужно обращаться соответственно, то есть его нельзя бросать, нельзя садиться на стол, если лежит, например, вот эта книга, сюда нельзя сесть своим мягким местом на этот стол, потому что это неуверительное отношение к книге, тем более к сосудам драгоценным и освещенным, но есть разница между способами принятия святости, если святость это было принято, то ее можно осквернить, ее можно выбить, как клин, клином вышибают, была святость, пришла нечистота, выбила эту святость, сняла ее, но есть сосуды, у которых душа тагув, то есть святость их тела, святость их, она, она находится внутри их самих, и поэтому их невозможно осквернить, и вот теперь те сосуды, которые, да, поддаются осквернению, мы не раз приводили историю из книги Даниэля о том, как Больша Царь использовал золотые сосуды храма, ошибочно посчитав, что закончился закончился, прошел срок 70 лет, предсказания пророка Иеремияу, а вот евреи остались в его власти, и он посчитал, что теперь с ним ничего не случится, и можно вытаскивать эти сосуды, что он сделал? Он осквернил их, осквернив золотые сосуды, он тут же был наказан Всевышним, в ту же ночь Корыш и его тесть Дарьявыш первый, Дарий первый, убили его размноженную голову за чугунной палец каким-то светильником. А вот Ахашвирош, он же ведь тоже устроил трапезу для того, чтобы оскоренить сосуды, но он часть их показывал, но какими-то сосудами он пользовался. Более того, написано, что он сам надевал одежду первосвященников, а это уже не просто одежда, и там были элементы, я не знаю, был ли циц, золотой циц, давайте подумаем вместе. Таз, вот эта пластина металлическая, золотая пластина, на которой написано Кадош Ла Ашем в два ряда, на двух ярусах, ею пользовался Навухаднецер. Навухаднецер пытался повлиять на Амисраэн, и это еще одно мнение, которое объясняет, за что пуримские события произошли с народом Израиля, что они были наказаны не за то, что они участвовали, какая-то часть евреев участвовала в трапезе, потому что только евреи из правительственного квартала Шушана-Бира, даже не в самой столице, потому что Бира это Кремль, это сегодня брать правительство России, и оно заседает на территории Кремля. Здесь, допустим, есть Кириат Мемшала в Терре-Верусалиме, правительственный какой-то квартал. Так вот, только евреи этого места участвовали в этой трапезе. А почему на всех евреев распространялось это наказание, этот вердикт, опасность уничтожения всех евреев, всей империи? Песняет нашим мудрецимем, что все евреи когда-то участвовали в трапезе, не в трапезе, а в одном мероприятии, которое еще устроил Навухаднецер. Что они сделали? Навухаднецер поставил золотую статую, как известно, во сне он увидел статую из четырех металлов, голова была золотая, это и был Вавилон, но уже плечи, грудь была серебряная, что говорило о Персии, дальше шла бронза или медь, а потом ноги были железные, это и есть эдом, изгнание, в котором мы по сегодняшний день находимся, римская империя, римское изгнание, западная цивилизация, но пальцы частично были металлические, частичные ступня были из глины, отсюда и пошло понятие колосс на глиняных ногах, который, какой бы он мощный, какой бы он дорогой, красивый, не был, но он все равно упадет и разобьется, потому что основы у него нету, и стоит прийти небольшому удуновению, то есть желанию Всевышнего, стоит нам удостоиться чести, пробудить желание Всевышнего избавить нас, и избавление это придет очень быстро. Навухаднецер решил переиграть всю эту историю, и этот сон, который он видел, который ему расшевровал Даниэль, и он решил поставить, создал золотую статую из золота храма, все золото храма, из храма, которое было вывезено, он все, не все, мы видим, что еще остаются какие-то коллекции и сотни, десятки коллекций, да, и тысячи сосудов, ну, в общем, какую-то огромную долю этого золота он бросил, вылил в основание этой статуи, а она была 30 локтей, нет, 60 локтей вверх, то 30 метров высотой и 6, кажется, локтей в ширину, и, то есть, это было нечто, похоже на какую-то стелу такую, александрийский стол, но вот она эта статуя разговаривала, то есть, у нее было лицо, был рот, и почему она разговаривала, потому что золотой циц, золотая пластина, которая являлась одним из одеяний, одним из элементов одежды первосвященника, он был вставлен в эти уста, в этот рот, и народ Израиля поклонялся ему, потому что эта статуя произносила различные фразы, различные стихи, они о Шемерке, Хем, я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, Даниэль, как известно, поднялся на эту статую, попросив поцеловать ее в такие святые уста, сам он понимал, в чем дело здесь, и он вынял эту пластину, и после этого статуя не только перестала разговаривать, но и пришел ураган и разрушил ее. Итак, мы говорили о Навухаднецере, о золоте Навухаднецера, о золоте Большацара, мы говорили об Ахашвироше, Ахашвирош был в одеяниях, если Большацар был наказан, если Навухаднецер был наказан, почему Ахашвирош остался жив? Всего он правил 14 лет, и пуримские события произошли на третьем году его правления, то есть он еще много лет прожил, ну, скажем так, наверное, спокойной, счастливой жизни правил над миром, почему Всевышний допустил это, почему он не наказал его, несмотря на то, что он осквернил сосуды. И здесь, в Трактате Абадазара, я это видел, саму Сугью я не смотрел, а видел рассуждение на эту тему у Рава Сороцкина, у него есть книга, на Вестанах, много томов, вот там, в одной из них, в одном из них он объясняет, что то ли, то есть он говорит, такие варианты, с одной стороны, сосуды эти, сосуды в данной ситуации, золотые сосуды, которые используют Ахашвирош, и важные одежды первосвященника, драгоценные одежды первосвященника, они уже были осквернены большицаром, вавилонянами, соответственно, Ахашвирош, пусть и пренебрег ими, но все же это не является, он не был первым тот, который уничтожил их святость. По другому мнению, это сделала Вашти. Вашти, внучка на выходное царо, она надела одежды первосвященника, которые еще не были осквернены. И так, говорит Рав Сороцкин, книги Рената Исраэль, получается, что она осквернила Ане Ахашвирош, и, соответственно, она и была убита. Так закончилась история этих царей. А что, почему, почему сосуды еще остались там? Вот это был вопрос. Почему Корыш не отправил их все обратно вместе с Даниэлем? Как так получилось, что все еще в Вавилоне остаются, точнее, уже в Персии остаются драгоценные золотые сосуды из храма? Так вот, Рамбан, с которого мы начали в книге Маора Талмуда, сказал, Маора, это еще ва такая в реховоте, Маора Гадоль. Сейчас я увидел. В комментарии в своем трактате Мигела Юд Алиф Алиф, одиннадцатый лист, первая страница, он говорит, просто цитирует стихи, два источника, один находится, оба они находятся в книге царей, и из них видно, что сосуды еще там оставались. Посмотрите, книга Мелахим, книга царей, вторая часть, 24 глава, 12-13 стихи. И Еуяхин, царь иудейский, вышел к царю Бавельскому, он и мать его, и рабы его, и начальники его, и придворные его, и взял его, царь Бавельский, в восьмой год, своего царствования, и вывез он оттуда все сокровища Дома Господня, и сокровища Дома Царского, как изрек Господь, и изломал все золотые сосуды, которые сделал для зала храма Господня Шлома, царь Израильский. Вот вам судьба этих столов, вот вам судьба этих менурод, ничего не осталось, а та менура, тот светильник золотой, который мы видим на арке триумфальной Титуса в Риме, где один из легионеров несет огромную, тяжелую, массивную золотую менору, это уже были новые менород, которые наши мудрецы во главе с Эзрой и Нехемией отливали для храма. И вот еще один источник, второй, это та же книга, книга царей, вторая глава, двадцать пятая, вторая часть, двадцать пятая глава. Так вот, здесь сказано так, и эти стихи уже говорят о разрушении храма, о времени после разрушения храма. И медные столбы, и что у Дома Господня, Яхил у Боаз, были такие два огромных столба, у них была высота около девяти метров, они украшались наверху медными, какими-то инкрустированными, ремонин, там пальмовые ветви были, в общем, очень все было красиво, кроме того, что было просто очень много меди, было еще и все сделано невероятно красиво. И медные столбы, что у Дома Господня, и подставки, и море медное, что в Доме Господнем, море медное, это двенадцать огромных, медных быков, на которых была огромная тарелка, огромный бассейн сделан, и там находилась миква, в несколько метров глубиной, на самом деле, к нему снизу был подведен источник, и получается, что миква, это была природная, естественная, это не вода, которую наливали, как мы сегодня делаем, во многих местах, и искусственно сделанная, настоящий источник был подведен туда, сколько там было сотен тонн меди, то есть по рисункам, которые мы встречаем в религиозных книгах, это было что-то невероятное, очень массивное сооружение, и котлы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все медную утвер, которая употреблялась при сожжении, и они забрали, и совки, и крапильные чаши, что было золотое, что было серебряное, забрал старший палач, оба столба, одно море и подставки, которые сделаны, что море для Дома Господня, меди, все, во всех этих вещах, не было и весу, то есть нельзя было посчитать вес, 18 локтей, высота одного столба, и венец на нем, медный, а вот все, что я пытался рассказать здесь, а высота венца, три локтя, и решетка с гранатами вокруг венца, все из меди, и такие же гранаты на другом столбе с решеткой, вот все это было унесено, все это было изрублено, изломано, переплавлено и пущено на свои нужды, но главное, что мы видим, что и на, то есть Рамбан говорит, интересный хидуш, интересный момент, и на этом мы закончим изучение 7 главы, перейдем к 8, так вот Рамбан говорит здесь, в Маора Гадоле, что как на людей распространялось 70 лет изгнания, так и на сосуды распространялись 70 лет изгнания, то есть были несколько, назовем так, ходок, было несколько моментов, когда разные сосуды попадали в плен вавилонский, и в соответствии с той датой, когда они были увезены в изгнание, оттуда и начинался отчет их 70 лет, как мы и говорили о коленах израильских, израилевых, как мы говорили о двух сроках, двух разных пророчествах, пророк Иермия в 25-29 главе, и так, точно так же, под таким же влиянием времени и пророчеств находились и наши драгоценные сосуды храма. Закончили 7 главу, давайте начнем главу 8. И весь народ, как один человек, собрались на площади перед водными воротами, и сказали они Эзре Песцу, чтобы принесли книгу Торы Моше, которую Бог заповедал Израилю. И в первый день седьмого месяца принес Эзра священник Тору перед собранием, как мужчинам, так и женщинам. И каждому, кто понимает, слушая, читал он ее на площади против водных ворот, от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами и понимающими и слуг всего народа преклонен был к книге Торы. И стоял Эзра на деревянном возвышении, которое для этого сделали, и стояли рядом с ним Матитья и Шема, Анная и Урия, Хилкия и Масая, справа от него, а слева Бдая, Мишаэль, Малкия, Хашум, Хашбадана, Зехарья, Мишулам. Как здесь было уже сказано, Эзра находился на высоком постаменте, на каком-то возвышении, под мостках, тут написано, видите, Мигдаль, даже башня, для того, чтобы народ весь слышал, как они читали. Перечисляется 12 человек. Кто эти люди, лидеры народа, его приближенные, праведники? Но наши мудрецы обращают внимание, комментаторы обращают внимание, что цифра это не случайно, цифра 12, она является одной из основополагающих. 12 в мире Кабалы, есть понятие 12 сферот, им соответствует 12 колен, народы Израиля не случайно появились на свет именно 12 колен у 12 сыновей, у Якова. Но 12, без 12 сыновей не может быть народ Израиля цельным, должны всегда находиться представители всех колен. Наша одна из основных тем, которая проходит через все наши лекции. Цифра 12 указывает на цельность. Если мы возьмем куб трехмерный и посчитаем все его грани, то мы увидим, что их 12. А если мы внутри, скажем так, это прозрачный куб, стеклянный, и от каждой диагонали, по диагонали, из каждого угла проведем еще линии, то они все сойдутся в центре. И вот это вот центр, то есть, в принципе, квадрат это та же земля, только удобная для того, чтобы мы могли считать эти грани, сделаны в такой форме. Но он указывает на всеобъемность земли нашей, то есть мир со всех шести его сторон. И линии, проходящиеся, сходящиеся в центре, встречающиеся в центре, указывают на центр мира, то есть, это и есть число 13. Почему? Это объясняет, почему число 13 является счастливым или важным в иудаизме. И вот 12 человек Эзра ставит по правую и по левую руку от себя. И отсюда наши мудрецы выучивают закон или постановление. С этого момента пошло постановление, что когда мы в синагоге читаем Тору, то обязательно должны находиться хотя бы один человек, ну вот если вот есть перед нами помостки нам, здесь стоит человек, который читает Тору, вызванный. Возле него Баль Койры по левую руку его, а слева стоит от Бимы Габай, староста, человек, который вызывает людей, который командует всем. А по правую сторону находится человек, если сейчас у нас вызван первый человек только, здесь должен стоять просто кто-то, доброволец. после того, как первый человек закончился, и закончилось его чтение, его Алии, на тот отрывок, который его вызвали, он не уходит на свое место, а он занимает эту позицию справа от Бимы, на которой возложен свиток Торы. Почему? Что это такое? Мы опасаемся, что у Ашкиназима есть опасения, а у Сфарадима у них Сфарадора находится в таком огромном деревянном чехле, инкрустированном, невероятно красивом и серебром, и золотом, чем хотите. Он стоит, он может упасть, а у Ашкиназима еще большие проблемы. Если вот как у нас стол здесь, вы не видите края, но здесь краев, бортов нету, все, что покатится, оно может спокойно продолжить полет под влиянием силы тяжести. И вот Сфарадора, если вдруг кто-то зазевается и не обратит внимания, то она может покатиться и упасть, коснуться земли, а это уже серьезные проблемы, это уже плохой намек, плохой знак для синагоги, для общины, вся община должна поститься, делать другие исправления. Так это не по этой причине. Два человека со стороны должны стоять из-за уважения к Торе. И это учат из из вот этих вот стихов. Есть тут очень много интересных моментов, но я бы хотел перепрыгнуть, то есть мы вернемся по строчному, по каждым стихам, мы пройдем эту восьмую главу, но здесь есть интересный момент, о котором мне не терпится поговорить, простите меня, потому что я перепрыгиваю. Сказано здесь так, в самых последних стихах, и вышли люди, и принесли, и сделали себе кущи, ну, шалаши, идет речь о празднике Суккот. Каждый на крыше своей, и во дворах своих, и во дворах Дома Божья, и на площади у водных ворот, и на площади у ворот Эфраима. И вся община, возвратившаяся из изгнания, сделала кущи, и поселились они в кущах, в шалашах, как не делали сыны Израиля со времен Йошуа, бен-нун, и до этого дня, и веселье было очень великое. Что случилось? Наши мудрецы вот именно так реагируют в Вавилонском Талмуде в трактате Эркин, Ламет Бет, 32 лист, вторая страница, наши мудрецы задают вопрос, они кричат, может быть такое, чтобы Йошуа, сын Нуна, преемник Мошея не сидел в суке? Они соблюдали так, как он не соблюдал. Они, как со времен Йошуа не делали этого. Может быть такое, что царь Давид, праведный царь Давид, о котором мы сегодня говорили, вспоминали слова, морали справ, что его царство было подобно царству небесному. Царству небесному имеется в виду той идиллии, той ценности, что он смог достичь в нашем материальном мире почти, почти, почти построить нечто подобное на небеса, царству небесному и звучит немножко не очень ассоциация, нехорошая в русском языке. И Давид при этом не сидел в суке. Глупость. Шломо, которому преклонял колено весь мир и приходил за советом и приносил подарки и говорил правь нами, говори нам, что делать мы будем делать. Гегемония над всем миром. Но царь Соломон при этом в суке не сидел. Наши мудрецы дают интересное объяснение. разумеется, не согласны с этим простым пониманием стихов и они приводят интересное объяснение. Что здесь речь идет о неком моменте аллахическом. Есть такая аллаха сука, 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 конечно, ворованная сука нельзя в ней сидеть. Как ты не можешь выполнить заповедь ворованным тфелином или ворованными четырьмя видами растений, лулавом, этрогом, так и в ворованной суке ты сидеть не можешь. Но есть даже ситуация, когда могут возникнуть проблемы, даже когда сука твоя, но территория, на которой ты ее поставил, она не твоя. Не идет речь о стоянке, которая мэрии местного города нарисовала инвалидную коляску и это место предназначено только, на нем имеют право стоять только инвалиды со своими машинами. Не только это, а вообще о Ршута Рабим, владение, общее владение улицы, с ним есть проблема. И наши мудрецы говорят, что если у тебя нет своего балкона, если у тебя нет своей крыши на твоем доме, куда ты можешь выйти и поставить там свою суку, то тот, который ставит, ставил в те времена далекие в Иерусалиме, это не идет речь об Небраке, не идет речь о других городах, тем более о Москве или Нью-Йорке, а именно эта проблема имела место в Иерусалиме, если ты ставишь ее на улице возле своего подъезда. Ты выходишь из дома, дома, как, например, мы здесь находимся недалеко от Рамота, Рамот Полин, студия наша находится по такому адресу, а еще чуть дальше есть старый Рамот, Рамот Алиф, который строился в 70-х годах для русских репатриантов, для той первой волны русских репатриантов квартиры давались бесплатно. Ну что, все неплохо, сегодня это религиозные районы, не было в них балкона, потому что надеялось правительство Израиля, что все эти люди опустошенные полностью с 70-ю годами советской власти, и они точно с Божьей помощью будут не религиозными, не соблюдающими, поэтому балконы им для того, чтобы они могли поставить шалаш, суку, то есть ее нужно делать под небесами, а не под деревом, под кроной дерева и тем более под другим балконом. Так вот, дома эти были все без балконов. Сегодня люди самостоятельно приклеивают, пристраивают эти балконы, как говорят, выводят, выносят их, но те, у кого нету или живут на съеме в такой квартире, они ставят суку от вас у себя во дворах, возделавочек, где сидят бабушки, где найдут место на стоянках, в общем, где не гоняют. Теперь, сегодня это возможно, а в те времена далекие была проблема, и вот какая с этим была проблема аллахическая. Дело в том, что Иерусалим, в Иерусалиме нет понятия, ршут аяхид. Твоё личное место, твоё личное собственное место, где ты можешь, например, переносить в субботу. Конечно же, квартира, да, конечно же, крыша моего дома, да, или балкон, но дворик какой-то, человек не мог отгородить. Почему? Царь Давид, и об этом рассказывается в конце книги пророка Шмуэля, он, есть там противоречие в двух источниках, есть, Деврея Мим, и есть книга пророка Шмуэля, в одном месте сказано, что Давид купил за 60 монет золотых, или шекелей, шекелей, по-моему, а в другом месте сказано за 300, и наши мудрецы говорят, как же это получается, противоречие, объясняют так, что от каждого колена были взяты, в общем, там происходит деление, от каждого колена, если мы возьмем 12 колен, умножим на 60, получается определенная сумма, то есть Давид, царь Давид взял, взыскал с каждого колена по определенной сумме 60 шекелей золотых, или серебряных, в одном месте сказано серебро, другом золото, нужно разбираться, смотрите мой урок на книгу пророка Шмуэля, и там он, за все эти деньги он купил эту гору храмовую и весь Иерусалим, и получается, что Иерусалим, он не делился по жребию между коленами, Иерусалим принадлежал всем коленам, и соответственно, не было такого понятия Рашута Яхид, все было Рашута Рабим, все было общественным владением, а если это общественное владение, и ты на нем ставишь свою суку, не имея балкона или крыши у себя над головой, крыши на территории, площади на крыше своего дома, у тебя получается проблема с сукой, и объясняют наши мудрецы, что Иошуа, действительно, он еще и не захватил Иерусалим. Иерусалим был захвачен кем? Царем Давидом, правильно? Ну, основные территории были захвачены вокруг, но на самой, где-то в районе горы храмовой, была крепость Ивуз, которая держалась вплоть до времен царя Давида, потому что когда-то Аврама вину, по одному из мнений, опрометчиво дав клятву и обещание Эльмелеху, царю Грара, одному из первых плещимских, древних, филистимлянских царей, что как стик звучит? Им тишкор ли вэленихди вленини? Ленини вленихди? Нин в данной ситуации это не внук, как сегодня в современном языке мы используем, а Нин это сын. И получается, что до третьего поколения царь Авраам пообещал этому плещимскому царю, что не будет, не будут его отпрыски, его потомки вредить потомкам этого, этих филистимлян. И ирония судьбы последний долгожитель, последний внук этого царя плещимского оказался большим долгожителем. И он умер, прожил несколько сот лет, только во времена Давида. И крепость Евуз принадлежала не Евусеям, несмотря на то, что так называлось, может быть, была построена Евусеями, а она принадлежала именно филистимлянам. Был такой анклав, который находился вдалеке от прибрежных территорий, которые проживали этнические филистимляне, и вот какая-то часть их поселилась там, в этой крепости, и почему ее не взяли? Ты не можешь взять штурмом, так тяжело. Юав поставил на колени весь Ближний Восток. Юав, военачальник царя Давида и его племянник, сын Цруи, это была его сестра Давида, поставил на колени весь Восток, взял все, а вот этот город взять не мог, но и более того, тут не нужна даже и военная компания, военные какие-то действия, ты можешь просто окружить, ну сколько лет они могут продержаться, сколько провизий, сколько воды у них, источник внутри есть, а без еды не продержались бы. Ответ простой, евреи просто не атаковали их, потому что каждый раз, когда евреи пытались что-то сделать плохое, было какое-то опасение у велестемлян, что евреи могут против них что-то предпринять, они вытаскивали этот договор, эту клятву, которую подписал когда-то Авраам Авину вместе с Плештимским царем и их праотцом и помахивали ей как резолюции ООН, как вот этими СКМИ ОСЛА, договоры в ОСЛА, которые были когда-то заключены правительством Израиля, его лидерами, и с тех времен в Перестемляне Плештим, палестинцы поднимают, стоит плюнуть в сторону одного маленького араба, как сразу же начинается крик на весь мир, евреи нарушают договор, евреи оскверняют клятву Всевышнего. В нашу сторону можно бросать не только гранаты, можно бросать ракетой, что угодно, что было недавно, вот упало аж в Кварсабе, перелетела, перелетела случайно, ракета аж за Тель-Авив. Так вот, когда умер последний отпрыск этого Эли-Мелеха, тогда Ави-Мелеха, тогда царь Давид пошел и захватил этот город, и с тех пор, и только царь Давид смог уже делить эту территорию, и он ее не делил, зная парольским даром, что здесь будет храмовая, что это храмовая гора, что здесь будет построен будущий храм, будущий храм, он собрал со всех евреев, со всех, от всех колен дань, и таким образом приобрел для всех эту территорию. Ну, получается, из стиха, что и во времена Давида не сидели в Суккот. То есть, если уже Иерусалим был на, Иошуа просто технически не мог разрешить в Иерусалиме сидеть в Суккот, в Шалашах, в этих Суккотах, в Сукках, потому что он не обладал, не имел власти над этой территорией. А что же с Давидом? Давид, по-видимому, пусть и захватил территорию, но не выпустил разрешение, не издал разрешение о том, что разрешается строить в общественном владении. В частных домах, как мы говорили, да, в частных дворах, да, на общественных стоянках, нет, на улицах, на тротуарах, нет, в парках тоже нет. И вот это и объясняет, что стих, что сказано в стихе, так, пусть и наш мудрец в Павелонском Талмуде, почему ни во времена Иошуа и ни во времена царя Давида так не было весело людям в праздник Суккот, или точнее, люди не могли сидеть в определенных местах в Суккот в своих шалашах построенных, в кучах. Что они делали во время Давида, когда приходили на праздник в Иерусалим? Очевидно, что евреи были настолько милосердны и доброжелательны, что они просто всех гостей разбирали. Я когда учился в Израиле, в Ешиве, там вечерней трапезы не было, общественной, общей трапезы не было. Что было? Ходили по бноебраку на трапезы. Ты только заканчивал, выходил из Бейт-Мидраша, из синагоги в коридор, уже сразу стояли охотники, и мы шли целыми группами. Сегодня идем к этому, этот идет к этому, а ты куда? А куда можно пойти? Можно к этому и к этому. У этого лучше. Пошли туда. А этот устражает у него генератор, он в субботу не пользуется электричеством обычным, но кондиционера у него нет, потому что он много требует. У него не дают такое количество ампер, не выдают ему от генератора такое количество ампер только на освещение. Соответственно, будем мокрые. Так туда мы лучше не пойдем. Не было никакой проблемы в Ешеват-Натевотулам найти место, где покушать. И то же самое наверное было во время Давида. Люди просто разбирали все эти сотни тысяч пришедших из всего всех уголков Израиля на праздник Суккот, поднявшийся на Регель. И тогда постановления этого не было. Но вот сейчас, сейчас Эзра уже разрешает всем строить кущи, строить свои шалаши, строить свои Суккот, где каждый, где захочет. И теперь была особая радость. Вот в этом и выражается это так объясняют наши мудрецы. Выражается та особая радость и тот стих непонятный. Но не все с этим соглашаются или не то чтобы не соглашаются, а видят еще какой-то свой оттенок. Возможно еще какие-то нюансы, которые не противоречат объяснению наших мудрецов. Кузари говорит странную вещь Рави, Юда, Аливи. Если бы это не слова, которые вышли из святых уст Рави, Юда, Аливи великого Решона, то не знаем как бы могли вообще, мы бы эти слова не восприняли бы за серьезные. Он говорит, что только избранные, только самые великие люди они исполняли эту заповедь, а просто людины они не сидели... А вот Хатам Суфер говорит очень интересное объяснение. Я вам его сейчас приведу, и на этом мы закончим. Очень хотелось перепрыгнуть всю главу и закончить именно вот этими словами. Хатам Суфер в своих дрошот говорит такое пояснение. Известны споры наших мудрецов, которые относятся к категории, не категории, а к группе прушим или фарисеи, как называют их христиане сегодня, а потомками фарисеев являются все, абсолютно все живущие сегодня на земле евреи. Это праведные евреи, группа, которая соблюдала правильно, правильно все, все Тору, признавала устную Тору, а и против них, им противостояли многие Байтусы, Исей, Цдуким особенно отличились. И вот Цдуким или Саддукеи, они спорили во многих вещах, спорили, не соглашались с разными толкованиями из устной Торы. И интересно, что в трактате Мишнайот, в трактате Пара, нету гморы, есть только Мишнайот, наши мудрецы приводят такую Аллаху, такой момент, освещают такой момент. Следующий момент. Коин, первосвященник, не первосвященник, просто Коин, который сжигал красную корову, а во времена Эзры, их было много, было девять, если я не ошибаюсь, красных коров. Также мы говорили очень подробно в книге Эзры на эту тему. Коины обычно придерживались человек, который был назначен на эту должность, на эту роль того, кто будет поджигать красную корову, готовить ее пепел. Он, разумеется, должен быть чистым, а не нечистым, то есть неоскверненным, омертвяченой, неосквернившись, участвуя в похоронной процессе, попав на кладбище и так далее, прикоснувшись к мертвой крысе. В зависимости от того, как он затумился, стал нечистым, приобрел туму, ритуальную нечистоту, он должен пройти процесс очищения. Если это был мертвый человек или же он попал в шатер в помещение, где был какой-то часткий зайд хотя бы от плоти мертвого человека, он тут же становится нечистым и его процесс очищения берет семь дней. На седьмой день он окунается в микву, с наступлением седьмого дня он окунается в микву и вот в этот момент он получает, приобретает статус твуль-йом. Если же он коснулся только мертвого шерица, например, ящерицы мертвой или крысы, то тогда он в тот же день окунается и его очищение закончится только на седьмой день или в тот же первый день в зависимости от уровня или от источника тумы, нечистоты. Его полное очищение закончится с заходом солнца. Наши мудрецы толкуют и я не буду приводить эту всю сугью, как они выучивают это, что твуль-йом окунувшийся в тот день, который в принципе еще не окончил полное очищение свое, весь процесс очищения таалих, он может участвовать в жертвоприношении а сожжении красной коровы. С Дугим с этим Саддуке и с этим спорили. Наши мудрецы утверждали, что вот здесь есть они устражали, нашему мудрецы разрешали. Тфилин, говорит Хатам Софер, никогда, даже если и кто-то, кто не признает устную Тору и утверждает, что и положи, и наложи этот тфилин, пусть будет это украшением между глаз твоих, как караим это делает вот сюда между глаз, а не здесь по линии, которая проходит между глаз, как это делаем мы и как нам говорит устная Тору, устная традиция, или накладывать на руку, или прибивать мезузу в раскрытом виде, написано, напиши на косяке своем, кто сказал, что нужен футляр, нужен байт, домик, нужно его прибить туда, кто сказал, напиши, может быть, просто написать, если я не ошибаюсь, караимы просто прибивают клав, прибивают развернутую мезузу в развернутом виде у себя, на косяках своих домов и синагога. Но их осталось около двух тысяч человек, я думаю, уже многие из них просто не прибивают ничего. И здесь не нужно было никаких постановлений или каких-то деклараций или иллюстраций для того, чтобы народ Израиля не споткнулся, для того, чтобы народ Израиля не вошел в какую-то ошибку. Почему? Потому что Атфелин видели у Ивашуа. Если мы не видели, то наши прадеды видели. И прадеды наших прадедов видели. И мы верим в то, что мы знаем, что эта цепочка передавалась всегда. И всегда были евреи, которые, если какой-то чей-то из наших прадедов уже был коммунистом или дедом, и эта цепочка прервалась, были другие места, были другие страны, где евреи продолжали соблюдать Тору и никогда это. И мы полагаемся на них традицию. И, соответственно, не было опасности и не нужно было каких-то резких действий и откровенных иллюстраций для того, чтобы вывести из сердец народа Израиля эту возможность пойти за Дуким, потому что все-таки они правы, что-то в них, что-то есть в этом. Все-таки они устражают, они облегчают, ведь процесс очищения не закончен. А вот с Тфелином нет проблемы, а с Мезузой тоже нет проблемы, потому что все видели, какая Мезуза была у царя Давида на дому, какая была у царя Шламова, какая была у Иошуа и так далее, у других великих нашего народа. А вот увидеть Коина, который твульем, окунувшийся в тот день ради своего очищения, но не закончивший еще, окончивший свой талих, свой процесс очищения, такого никто увидеть не мог, потому что нормальный Коин, которому предстоит вот этот важный, выполнение этой важной заповеди, он очень оберегал себя от того, чтобы не затумиться, оставаться чистым всегда. Так вот, что сделали наши мудрецы? Они специально, преднамеренно того Коина, того священника оскверняли, оскверняли, имеется в виду, делали его нечистым, прикасался к чему-то нечистому, какому-то насекомому, окунался на глазах у всех и шел и поджигал красную корову, чтобы все видели, что вот здесь был такой пример показать на глазах у всех, говорит Хатам Софер, во времена Нехемии и Эзры, когда они построили храм и когда евреи стали приходить в Иерусалим для того, чтобы подняться на Рыгель на праздник и там праздновать праздник Суккот, Сдухим еще не было, Садукеев еще не было, но были караимы, ой, простите, были самаритяне, Кутим, Шомруним, и вот они также многие вещи не соблюдали, многие вещи отрицали, не признавали, многие постановления наших мудрецов и устную Тору. И вот в устной Торе сказано, мы знаем Аллаха, Мушем и Синай, то, что Мушем получил на горе Синай вместе с письменной Торой, комментарии к ней и различные законы, Тора разрешает нам сидеть в суке. Это называется сука для бедных, которая сделана из, я вижу, лучше так сделаем, из двух, вот мы ставим две стенки, четвертой не нужно, но нужна третья. Так вот, есть такая Аллаха, Мушем и Синай, называется Тефах, то есть здесь мы ставим, разрешается поставить досточку шириной в Тефах на определенной, ну не видно, но я думаю все понимают, а я думаю большинство и знают о чем идет речь, то есть с третьей стороны если мы возьмем вид сверху как буква П или буква Хэт, так вот одна сначала, есть прямой угол цельный, а потом с одной стороны мы можем с третьей поставить всего одну доску на определенном расстоянии, на определен, при определенных еще соблюдении определенных параметров поставить доску в один Тефах и это называется что я сижу в суке. Суку эту никто никогда не видел, потому что даже я делаю у себя на балконе где у меня уже есть стеклянные с трех сторон стенки мощное стекло высотой 10 Тефах то есть около метра чуть меньше метра этого достаточно чтобы насказать что у меня есть стенки со всех сторон даже там я все равно ставлю деревянные листы чтобы чувствовать себя нормально в красивом хорошем шалаше а не в шторках которые или каких-то занавесках которые развиваются на ветру давид давид тем более делал наверняка огромную суку и там сидели приходили к нему его ученики приходили его поклон люди праведники народа Израиля и все соблюдали всегда нормально в красивом почти дворце со всеми параметрами необходимыми для того чтобы она все-таки считалась сукой и никогда у людей не было на практике возможности увидеть что вот это Аллаха она имеет место быть что это не вещь которая кто-то придумал высосил из пальца как мне часто приходится слышать на религиозных семинарах во время выступления у евреев а кто сказал где это написано вот это написано черным по белому а где то что ты говоришь это и Эзра и Нехемия чтобы показать людям что все что все это Аллаха все это закон они строили вот такие вот суки шалаши для себя именно с одним тефахом и вот с такими двумя всего цельными стенками чтобы никто не ошибся чтобы все знали что есть устная Тора и что есть преемственность ну и так далее вот это объяснение Хтамсофера я хотел сегодня с вами поделиться оно было для меня большим открытием особо дорогим и это объясняет красиво очень объясняет этот стих как это так со времен Йошуа не сидели никто ни Йошуа не давить ни шлома такие сукот разумеется не строили спасибо за внимание до следующих встреч и в следующий раз мы подробнее пройдемся по стихам 8 главы и возможно приступим к 9 всего хорошего до свидания до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч